Вопрос о неэгоистическом. Почему мы вообще постоянно скатываемся к обсуждению неэгоистических поступков? Потому что можно подумать, что это какое-то внешнее требование. Может быть, не надо ничего такого неэгоистического требовать, а просто поступаешь и поступаешь, неважно, как эгоистическое. Есть ли там какие-то намерения эгоистические или их нет? Вроде как это не существенно. На самом деле, требование неэгоистического, я уже как-то об этом тоже говорил, это на самом деле требование свободы. Сступаем ли мы свободно или все-таки мы поступаем обусловлено? То есть, со стороны, тут как бы вот неэгоистическими две стороны. Одна сторона – это со стороны намерения, а другая сторона – это со стороны свободы. Со стороны намерения неэгоистической имеет некого рода доброе намерение. Когда, если я собираюсь совершить нечто неэгоистическое, не ради себя, а ради другого, то есть, я собираюсь перенести пользу другому. То есть, это и есть то, что мы называем добро. А вот со стороны свободы, если я поступаю неэгоистически, значит, мое действие не обусловлено никакими обстоятельствами. А на самом деле, я сам ставлю некого рода цель, я сам порождаю новую причину. То есть, на самом деле, когда мы говорим о неэгоистическом, это не пустой разговор, да, какой-то, знаешь, морализаторствующий. Во что бы то ни стало, найти вот такие особого рода поступки. На самом деле, в этом присутствует изначальное желание обнаружить нашу волю. То есть, в неэгоистическом мы, по крайней мере, можем обнаружить именно нашу волю. Потому что во всех других способах действования, а именно, допустим, исходя из эгоизма, там, быть может, на самом деле, все наши поступки обусловлены. Ну, что такое эгоизм? Я действую, исходя из того, чтобы получить некоторого рода прибыль. Либо прямо сейчас, да, корысть. То есть, здесь и сейчас. Либо как-нибудь, как в разумном эгоизме, там, когда-нибудь потом. Но в любом случае, вот эта вот обусловленность, да, как бы прибылью, это и есть некоторого рода несвобода. Да, это несвобода связана не с тем, что только в намерении есть обусловленность, а несвобода связана с тем, что если я действую, исходя из некоторых внутренних побуждений, исходя из каких-то там интересов, желаний и прочее, то есть некоторое рода силы внутренние и внешние, которые меня побуждают это делать. Вот причина. И мы не можем в этом увидеть свободу и, соответственно, увидеть истинную нравственность, потому что нравственность, она базируется на свободе, которая с одной стороны является нашим намерением, с другой стороны является способом, каким мы отвечаем за самих себя. Поэтому поиск неэгоистического как раз и связан с поиском нравственного. И поэтому, когда мы говорим об этике добра, то мы и говорим о той самой свободной этике, в которой может состояться такие неэгоистические поступки. И вот теперь, когда мы говорим о том, что мы подняли этику до уровня общества, когда мы говорим, что этическая, когда этика добра, как мы говорим, может состояться только на уровне общества, а не на уровне отдельного индивида, потому что на уровне отдельного индивида непонятно, как могут случиться неэгоистические поступки. Потому что на уровне отдельного индивида индивид не может поставить разумные цели, но такие, которые не были бы эгоистическими. Потому что всякая цель, которую он ставит, она должна либо быть эгоистической, то есть возвращать ему некоторого рода воздаяние за его дела, либо она должна быть, условно говоря, неразумной, непонятной какой-то целью. На уровне отдельного человека мы не можем поставить неэгоистическую цель, точнее, непонятно, как поставить такую цель разумно. То есть, отдельный человек, конечно же, может ставить неэгоистическую цель, только непонятно, как это сделать ему разумно. А разумно отдельный человек может поставить только такие цели, которые являются эгоистическими, потому Потому что если он ставит эгоистическую цель, то она вполне разумна. Она возвращает его действия ему обратно в виде воздаяния. Так вот, для того, чтобы увидеть все-таки этику добра, мы поднимаемся выше на уровень общества, и тогда цель не эгоистическая будет принести пользу другому. И она является с одной стороны не эгоистической, а с другой стороны разумной. Почему она разумная? Потому что я составляю часть общества, и если я делаю другому добро, я просто выполняю вот некоторого рода это единство общества, как мы говорили. Я в прошлый раз уже рассказывал о том, что такое субъективность, как мы преодолеваем субъективность. — Если бы проект заработал, она на что бы хотя бы большинство, по крайней мере, стремилась делать пользу ближнему. Тогда проект заработал. — Да, но пользу ближнему не исходя здесь. И вот мы же тоже ведь пользу близнему приносим, и в экономике приносим мы пользу близнему, и в каких-нибудь действиях типа гостеприимства, помощи на дорогах и прочих таких действий. Мы же тоже приносим помощь ближнему. Но она эгоистическая, потому что мы замкнуты. Вот мы говорили об абстрактном добре. В таких рода делах, это называется абстрактное добро, мы замкнуты внутри своей сферы субъективности, мы не можем выйти к другому. Другое для нас это просто некое абстрактное лицо, в отношении которого мы выполняем заповедь, закон, либо принцип какой-то осуществления. Для того, чтобы на самом деле выйти к другому, как к другому, для того, чтобы общество было общество конкретных людей, для того, чтобы я мог осуществлять помощь в отношении конкретного лица, я должен совершать именно эгоистические поступки, которые не замыкают меня в моей субъективности, ведь эгоизм возвращает человека к самому себе. Потому что, когда я совершаю действие, я ожидаю некоторой прибыли, некоторого воздаяния, некоторого возврата, обратно, результаты этого действия. Я совершаю некоторую помощь для того, чтобы мне помогли, я отдаю, чтобы мне дали и так далее. Это же есть принцип субъективности. Что такое принцип субъективности? Я просто наращиваю некого рода пространства своих возможностей. Я могу их наращивать в сфере духа, а могу наращивать в сфере материального. В сфере материальной субъективности состоит в том, что я вращаюсь в этом неком обмене, экономическом обмене, либо в обмене в смысле разумного эгоизма, как на примере гостеприимства и помощи на дорогу, и так далее. А эгоистическое – это, как мы говорили, жертвенность, либо дар, который… Ты такой дар даешь, что не требуешь ничего назад, как говорит Христос, даешь взаймы, но не требуешь назад. То есть такой безвозвратный дар, это и называется жертвенность. Жертвенность – это когда этого обмена нет. Это и есть эгоистическое. Если ты что-то даешь и не ждешь ничего обратно взамен, то ты эту сферу субъективности своей пробиваешь и уходишь туда в отношении к другому. Это и называется любовью. Ведь любовь, на самом деле, она всегда стремится не вернуть же себе, не подчинить любимого человека самому себе. А в любви, тот предмет любви становится для тебя целью. Ты как бы вот как некоторого рода дарь, к которой ты устремляешься, без желания, чтобы тебе вернулось. Ведь это же не обмен некоторого рода, это именно вот другой способ общения. И вот поэтому эгоистическое, если вдуматься, несмотря на казалось бы, присутствующее некого рода морализаторство, на самом деле и есть настоящее нравственное. И добиться его нелегко. Потому что она требует неким образом поступиться с личным, со своим поступиться, со своим субъективным. Она требует вот этого некого рода вырваться за пределы субъективности. Ну и в жертве, либо в даре. Но в любом случае, всякий раз за счет самого тебя. За счет того, что вот ответного дара... То есть ты не ожидаешь ответного дара. Ты не ради ответного дара действуешь. Ты действуешь просто исходя из того, что ты выходишь к другому с целью осуществить добро. Так вот, если теперь рассматривать на уровне общества вот такие вот серии неэгоистических поступков, вот если, допустим, люди объединились в общество, и каждый стремится делать по отношению к другому добро, то у нас возникает некого рода новая ситуация. Каждый жертвует собой ради других, ради общества. И получается, что на самом деле все оказываются... Хотя вроде как бы все жертвуют, но все оказываются наполненными. То есть все оказываются... Прибыль. Прибыль, да. Вот такая странность. Понимаешь, тут странность состоит в том, что когда... Если мы стремимся к личному эгоизму, да, вот если мы стремимся к корысти, каждый пытается урвать кусок, да, и получается поэтому, что мы перетягиваем одеяло каждый, кто больше вытянет, да. Как бы мы у друг друга воруем, как бы, да, получается. И иногда бывает так, что кто-то много захапал, а кому-то ничего не досталось, да. А когда мы отдаем другому, то и получаем от другого, да, и получается наоборот, каждый стремится к тому, чтобы досталось другому больше. Другой принцип, понимаешь, и получается, никто не обделен. Потому что все стремятся отдать другому больше. И, соответственно, у того, у кого меньше всего, и тому больше всего и достается. Тому больше всего и стремятся отдать. То есть принцип, когда, опять же, этот принцип осуществляет социальность, ведь никто не остаётся нищим, но на самом деле, этот принцип наполняет общество, никто не остаётся обделённым. Здесь, на самом деле, я в своё время, ради забавы, придумал такую логическую игру, как поделить пирог так, чтобы получилось разделить его по ровному. Можно два способа придумать. Каждый стремится урвать себя побольше и во взаимной борьбе достигается некого рода равновесия, середина. Получается так, что каждый ведь в этой борьбе, получается, что мы конкуренты и вроде как враги. Получается, что мы пирог, конечно, поделили, но оказались вроде как по разные стороны лагеря, вроде как поссорились. А то, не дай боже, ещё кто-нибудь оказался сильнее, и пирог, естественно, большую часть себе забрал, и уж тогда совсем уже несправедливо поделил его. То есть только в случае равной силы удаётся пирог разделить по ровному. А вот другой принцип, как поддавки в шахматах или в шашках. А если выстроить принцип так? Давайте так, что пирог будем делить так, чтобы другому досталось больше. Понимаешь? Тогда каждый будет стремиться сделать другому больше, и тогда никогда не получится так, что другому действительно достанется больше. Потому что даже слабый, или даже силы никакого значения ведь не имеет, потому что каждый стремится другому дать больше. Понимаешь? Естественно, другой, если будет видеть, что ему достается больше, он будет стремиться, нет-нет-нет, так нельзя, будет стремиться как бы всё-таки уравновесить эту долю. И в конце концов, они сойдутся на середине, но будут друзьями, потому что они сойдутся в этой середине, в дележе, в модусе компромисса, что они друг другу хотели больше дать, а чтобы никого не обиделить, они дели пополам. Вот это совсем другая логика. Вот так же и здесь, в добре. Вроде бы, казалось бы, каждый жертвует собой, и кажется с внешней стороны, что это неразумная вещь. И если он один, объединенный какой-нибудь, брошенный на острове индивид, то это, конечно, странно, это как бы безумие какое-то. А вот если в обществе каждый поступает так, то на самом деле, получается, это разумно? Разумно, на самом деле, всё отдать своё другому. Почему разумно? Ну, потому что, если каждый так поступит, и все окажутся при своём. То есть, логика вроде странная, со стороны отдельного индивида, неразумная, но с точки зрения общества, она себя оправдывает. И вот в таком обществе, в котором каждый стремится отдать всё другое, это как бы просто какой-то частный пример. А вообще, как стремиться принести пользу ближнему, в том числе и за счёт себя. В этом обществе вообще не будет ни сирот, не будет обделённых людей, не будет несчастья. Потому что всякий раз, когда будет возникать вот такая нужда, все люди будут стремиться ему помочь. То есть, всё общество будет стремиться как бы вот этого обделённого чем-то индивида как бы облагодетельствовать. Потому что в этом и состоит смысл этого общества. В чём проблема-то на самом деле состоит? Проблема состоит в том, что люди друг другу не доверяют. Если, допустим, найдётся один деятель, который настанет всем благодетельствовать, ну просто он разорится однажды и всё, как Христос предлагает всем раздать и следовать за ним, ну получается, как бы по миру он пойдёт. Естественно, ему страшно это делать. А почему ему страшно? Потому что он не уверен, что другие также смогут благодетельствовать. Потому что здесь нужно взаимное доверие. В этом и состоит смысл веры. Ведь вера понимается в Евангелии по смыслу как доверие. То есть, когда говорится о том, что верить в Бога, имеется в виду доверять ему Богу. То есть, мы доверяем Богу, либо не доверяем Богу. Точно так же и с людьми. Либо мы доверяем людям, с которыми составляем общину. И доверяем им во всём. В том смысле, что мы всё ради них делаем и понимаем, что они ради нас точно так же готовы это всё сделать. Самое сложное на Земле и есть – это доверие. Потому что, как показывает даже саму Евангелие… Я думаю, это дело не только в доверии. Просто всё-таки надо это признать. Ну, допустим, люди согласились поделиться друг с другом. Думают, а вдруг он меня обманет. Как это она? Понимаешь? Вроде принёс всё вообще, но на самом деле имеет какие-то ещё тайные мысли. Ты с какими-то идеальными людьми общаешься. Реально, живые люди, они тебе сразу скажут, что это полный бред, то, что ты говоришь. Да я понимаю. Есть свой закон в жунглях. Кто кого ограбил… Человек – человек – волк. Стандартная схема общества, атомизированного общества, как у Гоббса. Государство в Левиафане. Государство в Левиафане, в котором человек – человек – волк. Война всех против всех. Но это атомизированное общество. Мы же говорим об обществе, которое является собой организм. И в организме все клетки служат друг другу. Они понимают, что они от друг друга зависят. И поэтому каждый стремится… Ну, может быть, в реальном организме биологическом, в человеческом, как-то там по-другому устроен. Но если как бы вдуматься, как социальный организм должен быть устроен. Не должно быть как бы изгоев, не должно быть каких-то обездоленных. Потому что они составляют часть организма. И мы другие, более благодетельственные, более богатые, более сильные люди. Они должны помогать им. В этом состоит. Возможно, как бы проблема… В частности, проблема состоит от отсутствия взаимного доверия. Почему отсутствия взаимного доверия? Потому что мы, как личности, отделены друг от друга. Если бы мы были, как ты любишь говорить, связаны необходимостью, допустим, взяли бы двух людей и привязали бы цепью. Знаешь, фильмы такие бывают. Показывают, как бы бегут из какого-нибудь заключения. Два заключенных, которые связаны с цепью друг с другом. И там поневоле они вынуждены заботиться о другом. Потому что, если другой падет, заболеет или умрет, его придется тащить. Ну, это вот та самая необходимая. Да, та самая необходимая, когда человек поневоле заботится… Один человек заботится о другом. И понимает, на самом деле, что поскольку они в связке, они от друг друга зависят. Но в обществе вот этих связей в виде цепей не видно. И нам кажется, что мы каждый отделены друг от друга. Мы иногда так и говорим, что нам наплевать, как там другие живут. В самом деле, не наплевать. Потому что, если мы говорим о том, что общество – организм, то от того, как живут другие люди, зависит также и наша жизнь. Вот, например, постоянно все сетуют, что голосование или какие-нибудь референдумы в нашей стране всегда проходят как-то не так, как они хотели бы проходить. И результаты получаются не те, которые они ожидали. Почему так происходит? Потому что они как-то чувствуют себя отъединенными в этом обществе. И думают, что все живут точно такой же жизнью, как живут меньшинство в городах. Какие-то либеральные, демократические меньшинства. На самом деле, большинство живет другой жизнью. И когда это большинство просто голосует, оно просто голосует не так, как меньшинство это ожидает. Поэтому это меньшинство чем-то бывает недовольно. На самом деле, если это меньшинство хочет, чтобы большинство голосовало по-другому, оно должно что-нибудь для этого большинства-то сделать. Не просто вот так вот хапать, понимаешь, там огромные богатства, жить в городах перепеваючи, и наплевать, как там в регионах люди живут. А может быть, взять и поделиться как-то вот этими, не знаю, поделиться, не в буквальном смысле, а что-то сделать для регионов, чтобы регионы тоже почувствовали некоторого рода улучшение своего благосостояния. Тогда, может быть, и голосовать они будут по-другому. Ну, это просто пример такой, да, вот, как мы с друг другом взаимосвязаны, даже вот в рамках, например, государства. Ну, естественно, понятно, что в каких-то конкретных плотных коллективах, там, фирма там или там, не знаю, там, экипаж какой-нибудь, корабля и так далее, понятно там, что все от друг друга там зависят. Например, летчики летят, да там, они как бы от этого слаженного действия всего коллектива зависит как бы результативность, ну, и вообще говоря, жизнь, да, всего целого, каждого в отдельности. То есть вот это вот изначальное, здесь присутствует изначальная некоторого рода мудрость, да, состоящая в том, что мы должны, даже не в силу необходимости, потому что все эти примеры во многом примеры необходимости, а в силу как бы понимания, да, вот, что мы находимся в неком едином целом, да, в организме, и от благосостояния каждого в этом организме зависит благосостояние всего целого. Ну, конечно, во многом как бы вот в нынешнем состоянии не очень понятно, как это можно осуществить, и это все только мечты, знаешь, какие-то вот такие логические расклады. Я говорю о каких-то отдельных локальных коллективах. Это возможно при каком-то истечении, что вот такие люди совпадут вместе, они могут сойти. Но это как бы, я вот даже не знаю, насколько это, я просто видел фильм художественный на эту тему, не помню, как он сейчас называется, про монахов. Вот сошлось там всякие семь монахов, именно вот такие люди, они вот именно у такого настроения были. и они были в Африке, ну, там убили их в конце террорита, там революция началась, их убили. Но они вот были именно такие люди, и в какой-то период, в который они там существовали, они вот жили такой жизнью. И выразительный был контраст между их жизнью и жизнью вообще всего этого, той страны, в которой они живут. У них не было никакой помощи практически, и они могли себя обеспечить всем, помогать всяким там совсем несчастным людям, раненым там и так далее. Плюс, как бы, у них был колоссальный авторитет в той местности, где они находились. Вот. Потому что они, как бы, точечно так воздействуя на ситуацию, очень много могли добиться, добиваться. Ну, а добивались они тоже таких благих целей, поэтому никаких конфликтов не возникало. Ну, там, какому-то там революционеру, значит, взбрело в голову взять их в заложники, чтобы получить за них оружие. Естественно, оружие за них никто не дал, их просто убили и все. Вот такой плохой конец. Но смысл не в этом. Смысл вот именно в том, что они имели колоссальное влияние на эту территорию, пользовались колоссальнейшим авторитетом, могли сами себя во всем обеспечивать необходимым, оказывать при этом еще другим помощь. И меня в этом фильме поразили, что вот режиссеру удалось передать отношения между этими людьми. Отношения такие вот братские, дружеские отношения. Так это и есть вот про правильные и братские отношения. Они должны быть построены на том, что каждый стремится, как бы, сделать, прежде всего, благо другому. И, как бы, не считается с тем, что есть какая-то мера, там, что какие-то, опять же, там, есть, там, какие-то, там, правила, а ты не тебе, там, и прочее. А просто, ну, изначально нацелен на то, что вот, прежде всего, сделать другому добро. Просто, мне кажется, если вот обозревать весь наш путь, да, как бы, связанный с исследованием этики, то есть обнаруживается, что самая главная проблема – это проблема эгоизма. Да, вот то, что мы отделены, как бы, от целого, да, то, что вот… Ну, что такое эгоизм? Это вот на языке поведения, да, как бы, то, что мы, можно назвать, было бы в философии субъективности. То есть здесь некого рода наша, вот, личная, вот, некая субъективность, да, и мы в этой субъективности замыкаемся. Я, с точки зрения этики, эта субъективность называется вот эгоизм. То есть мы оказываемся вот в неком сфере, ну, своего внутреннего мира, там, и своего эгоизма, и не даем возможности вот пробиться к нам ничему иному. То есть, как бы, и все, как бы, интерпретируем в силу того, выгодно вам это или невыгодно, как бы, а если невыгодно, то мы с этим даже связываемся, не связываемся. А если выгодно, то в это проявляется наша корысть. Мы расширяем свою собственность, свои средства материальные и прочее. На самом деле проблема эгоизма проходит фундаментальная нить через все рассуждения об этике. Если как-то можно... Понимаешь, что эгоизм проще строить, конечно, общество, им легче управлять. Потому что заранее понятны цели. Если у людей эгоистические цели, то понятно, что с такими людьми делать. Понятно, как ими управлять. Понятно, что каждый человек стремится к себе комфортно. Не стремится к человеку умереть, не стремится к живому страданию. Естественно, эгоистические цели подразумевают, что стремится к комфорту, к большему благосостоянию, к какому-то счастью. То есть к каким-то благам стремится он. И поэтому такими людьми, конечно, легко управлять. Если общество оставляет общество эгоистов, то легко в этом обществе организовать некую власть сверху над ними. Это называется разообщая власть. С другой стороны, если люди не эгоисты, если люди стремятся прежде всего принести пользу ближнему, то таким обществом сложно управлять, потому что не очень понятны их цели. Когда в эгоизме цель изначально ясна, каждый человек гребет под себя. И там не важно, что он конкретно делает. В некотором изначальном общем смысле понятно, что каждый стремится прежде всего сделать благо себе. А когда человек стремится сделать благо другому, непонятно, как он действует. Потому что сделать благо другому, как мы говорили, это некое конкретное деяние. Его невозможно в каждом конкретном случае описать. Что он будет... Так вот, такими людьми, которые нацелены на благо другому, во-первых, нацелены с целью как бы жертвовать собой ради другого, таким обществом трудно управлять, их не запугать. Понимаешь? С ними трудно, невозможно, непонятно, что делать. И поэтому во многом всякого рода коммунистические идеи и боятся. Потому что если они возобладают в мире, если мир, в принципе, когда-нибудь встанет, ну, коммунистические идеи не в смысле Марса, а в смысле вот такого какого-то идеального общества, да, общества этики добра, как мы понимаем, то просто в таком обществе невозможно будет обогатиться, невозможно будет кому-то узурпировать власть или что-то в этом роде. Просто все это немысленно в таком обществе. В таком обществе невозможно будет одним паразитом жить за счет других. Этого не удастся. Вот тут еще такая есть проблема. И проблема, она, это связано с тем, что вот те люди, которые сейчас узурпировали власти, которые сейчас имеют огромные богатства, они мешают вот перейти к этому обществу естественного образом. Они будут всячески стремиться, сохранить свою власть, свои богатства. Это же все это марксизм, что там какие-то... Я тоже так когда-то думал, что какие-то злые, богатые, толстые дядьки наверху не дают нам счастливы жить. Но на самом деле никто к этому не готов в нашем обществе. Ни богатые, толстые, жирные дядьки, ни бедные, тощие дядьки к этому не готовы. Никто к этому не готов. Потому что бедные, они... Так же хотят быть богатыми. Они мечтают. Да, они так же хотят втаптывать другие в грязь. Просто у них возможности нет. Просто не сложилось. Ну как в революции, просто сменилась верхушка там и все. А по сути дела все осталось тем же самым. Согласен, на самом деле есть такая проблема. Это же все дело случая. Кому-то повезло, кому-то нет. Хватает... Ты говоришь иногда... А людей сознательно отказавшихся от власти, от богатства, их по пальцам можно пересчитать. Еще надо отбросить всяких лукавых, неудачников, которые так заявляют. Потому что просто не могут добиться. Там вообще попробуй разберись. Ну отчаявшиеся всякие. Но в любом случае, на самом деле, строить планы о том, как бы можно было бы уже сейчас это все существовать, это как бы утопия, конечно. Вопрос просто идет о теоретизировании, да? А попытки как бы... Нет, ну почему утопия? Подойти к вопросу... Можно подойти. В общем-то, появилась же организация, церковь, да? Церковь, она распространилась. Я не имею сейчас под церковью православие. Нет, современная церковь была такая же, по сути. Я не имею в виду под церковью вообще... Какие общества? ...совокупность, наверное, уже всех религий. Потому что христианство оказало колоссальное влияние и на буддизм, и на ислам, и на иудаизм. И везде, в общем-то, в нашем уже маленьком мире, как бы все эти идеи, они уже как бы... Везде так или иначе преломлены. Они также, ну и на цивилизацию оказали колоссальное воздействие. Поэтому путь-то некий пройден. Этого нельзя, вот так сказать, что ничего вообще не сделано. Путь-то пройден, большой, но... Я думаю, что все-таки, как это, не покажется, может быть, парадоксальным, но по моим представлениям, не будет каких-то вот таких вот преобразований, таких вот глобальных, типа революций, каких-то там изменений, там вот человеческого общества, кардинальных, там вот считанные там года или десятилетия. А вот такой вот длительный поступательный процесс, может быть, какие-то там начнут появляться. Они всегда были, всегда есть и всегда будут. Но какие-то вот такие образцы личной святости, а какие-то вот коллективы вот такие. И, видимо, настанет когда-нибудь такое время, когда... Понимаешь, движение все-таки личной святости, это не то, что мы изучили. Сейчас, чем мы пришли. Вот уже вот... Только коллективной святости. Нет, ну вот смотри, вот давай вот так вот даже смотреть. Вот каких-нибудь там 50, даже не 100, а 50 лет назад, в общем-то, да, после всех этих голодоморов, войн, там, всей этой нестабильной жизни, человек чисто вот, когда вот он дорывался до более-менее нормальной жизни, ему вот как вот блокадники, вот люди, которые пережили блокаду или были в концлагерях, они всегда делают запасы еды. И ничего с этим не сделать. Это психология такая. Сейчас мы вот имеем достаточно стабильное общество, по крайней мере, в цивилизованных странах. И это общество такое стабильное уже не в первом поколении. И среди этих людей, вот Игорь, в частности, это вот как называются эти люди в России, такие люди появились. Появились люди, которые сознательно отказываются от карьеры, сознательно отказываются от зарабатывания денег в больших количествах, не хотят на это тратить жизнь. Они пока, правда, тратят свою эту жизнь... Не помнишь, как это слово называется? Ну, это не очень удачный пример. Они же как паразиты живут. Да. Ну, короче говоря... Дауншифтеры. Дауншифтеры, да. Но вот в нашем обществе уже, в общем-то, сейчас можно... Они как паразиты живут. Это неправильный пример. Они живут за счет того, что как бы работают другие, они эти плоды своих трудов, которые нажат, и, условно говоря, за счет общества просто прожигают. Потому что это дауншифтерство, оно требует все-таки средств каких-то. Ну, просто, может быть, не сразу, как бы, может быть, такой переход произойти. Да не, Валя, на самом деле. Ты как бы все апеллируешь тому, что эволюционным путем каким-то образом однажды все это случится. Я же не просто... Мысль простая, что наступило уже время, когда, собственно, для выживания, чисто для выживания, не нужно прилагать колоссальных усилий, создавать какие-то там колоссальные запасы. Давно уже наступило, и что? Недавно, недавно наступило, несколько десятилетий уже. Да нет, давно наступило. Да нет, недавно. Вопрос в другом состоит, что если... Нет, у нас пришли люди сейчас, у нас пришли поколения, которые не сталкивались с нуждой. Да все понятно, Игорь, что... А, еще твои родители с нуждой сталкивались, что, не мои тоже? Что нет-то? Как нет-то, когда да? Ну, тут я не знаю, просто, это не так существенно. В общем, как бы, с нуждой давно уже поборолись. Просто, та нужда, которая была у наших родителей, по отношению к той нужде, которая была у средневекового человека, это как небо и земля, понимаешь? Ну, это не важно, на самом деле, даже, так это или нет. Ты все как-то пилируешь каким-то таким вот частностям, понимаешь? И все как-то вот, как-то зависаешь вот в этих частностях. Нет, я хотел сказать, что богатство становится бессмысленным постепенно. Да не становится, но бессмысленным. Не становится, потому что богатство, это... С точки зрения выживания. Почему? Не с точки зрения пиваться, а с точки зрения выживания. Любой человек нуждается в средствах для того, чтобы в это жить. И даже не важно, что, как бы, этих средств надо больше или меньше, в любом случае они нужны. Вопрос же вообще не в этом-то состоит. Ты все как-то скатываешься, как бы, вот, все к этому, как к одному материальному. Вопрос вообще не об этом состоит. Вопрос состоит о том, на самом деле, что... Вопрос состоит о том, в чем состоит основание осуществления этики правильной. Безотносительно даже возможностей общества. Понимаешь, как бы... Мы говорили о том, что осуществление, то есть реализовывать... Некого рода этика, ее нужно реализовать. Здесь была аналогия у нас с техникой. Есть некого рода техническая идея или проект, ее нужно реализовать. Что нужно сделать так, чтобы этика была... Чтобы эта этика заработала. Да. Чтобы она заработала. Чтобы она была не просто, как вот в христианстве, провозглашена. Замечательнейшая этика провозглашена. Но она не работает, по факту. По факту, на самом деле, мы живем в другом обществе. Не в обществе, которое... Не в обществе, живущее согласно неким правилам, которые в Евангелии проповеданы. А обществом как в ветхого завета. Мы в ветхого завета в обществе живем. В обществе законническом. Где царствуют законы, где царствуют справедливость, а не добро. И что нужно сделать для того, чтобы вот это добро заработало. Вот есть этика добра. Вот этика добра, допустим, в форме евангельской истины. Но можно придумать и другую этику добра. Она не обязательно коренится в христианстве. Она, в принципе, сама по себе может быть оформлена. Просто христианство – это один из видов реализации этой этики добра. Но вот как надо так устроить жизнь... Сначала мы думали, жизнь отдельного человека. Как должен отдельный человек свою жизнь устроить таким образом, чтобы реализовывать это добро, которое он как истину видит, допустим, в христианстве. Но получается так, что отдельный человек, как я уже говорил, он этого сделать не может. Он не может, потому что максимум этики, которую может сделать отдельный человек – это жертвовать собой. Ну сколько он может собой жертвовать? Вот что такое святой фактически? Это тот человек, который полностью собой пожертвовал ради других. Он исчерпался, он высох, он кончился. И всё. Знаешь, вот как свеча. Догорело до конца, и всё. Конечно же, эти провозвестники будущего, что на самом деле они дали некого рода кредит человечеству, сказали, что если бы все так сделали, то мы бы жили в великом и прекрасном мире, прекрасном обществе. Но только другие не последовали их примеру. И вот они так и догорели, себя исчерпав. Так вот, что нужно сделать теперь, когда мы знаем, на самом деле, что отдельного рода подвижничество, оно вот таково. Да, оно на самом деле в каком-то смысле неразумно. Ведь мы на самом деле, когда обращаем внимание на святых, мы думаем, что они своего рода сумасшедшие. Где-то они там скрываются в монастырях, где-то они там спасаются в каких-то скитах. Это же фактически сумасшествие. Только сумасшедшие с точки зрения мирского понимания. Понятное дело, что христианство их оправдывает. Христианство оправдывает блаженных людей, которые с нормальной точки зрения светской, опять же, выглядят как сумасшедшие. Ксения Блаженная, Юродива и всякого рода. Это же опять же сумасшедшие. Но христианство все поиначе рассматривает. Они ведь, это те самые праведники, которые выгорают. Они как бы миру светят, да и не прячутся там где-то. Христос же говорит о том, что никто не прячет свищу под кровать, но ставит на подсвечник и светит всем в доме. То есть, как бы он предлагает всем вот так вот светить. Но у нас получается так, что отдельные люди, отдельные святые, они это восприняли как смысл своей жизни. Они светят, да, они выгорают и все. Поэтому поднять нужно было этику. Вот мы к этому перешли. Поднять на некий более высокий уровень, на уровень общества. И в обществе реализовать это всеместно. Только на уровне общества, вот такая жертвенность отдельных людей становится разумной, да, и тогда светильники не выгорают. Тогда как бы получается так, что все друг другу светят, как бы, да, и одно пламя усиливает другое. Совсем другой разговор. И мы как бы сразу понимаем, что это уже не безумие. И что святые на самом деле действовали просто показывая правильный способ действия. То есть, на самом деле, как бы так должно все человечество жить. Но иметь в суду не в скитах, там это дело же не во внешних обстоятельствах, а в том, как, в смысле, норм жизни, как нужно жить. Служить друг другу, да. Служить друг другу, да. Так, как Христос говорил, любите друг друга, как я вас любил. То есть, любить друг друга. То есть, любить друг друга. Не абстрактной любовью, как мы говорили. Что там я где-то сижу, там, мне наплевать, в принципе, на людей. Ну, как бы я, вроде, их люблю. А любить в смысле деятельной любви. То есть, реализовывать постоянно добро. Ведь добро существует, как мы говорили, настоящее добро, только в конкретных делах. Ну вот непонятно, что людям не хватает. Непонятно. Это уже добро абстрактное. Почему вот одни становятся святыми, а другие не становятся? Можешь объяснить? Почему один человек может стать святым, а другой не может? Это как призвание. Ты открыл свое сердце Богу и стал святым. Почему другой не может открыться? А другой захотел... То, что люди не могут объединиться, да, открыться друг к другу, как бы, и солидаризироваться. Это же дар Бог. В такой жизни. Возможно, как бы не хватает, ну мы уже много раз говорили, не хватает действительно сознания. Но не такого сознания, да, абстрактного опять же. Многие же, может быть, и книжки читали, и Евангелие там понимают, да. Может им хватает даже сознания все это понять. А им хватает сознания деятельного, чтобы вот в своей жизни притворить это. Много же таких людей существует, которые понимают всю правильность поступков, которые нужно было бы совершить, да. Понимают, в чем состоит, добро. Вот интеллектуал. А на деле живут другой жизнью. А на деле живут другой жизнью. Знаешь, почему? Интеллектуал же может быть злым. Может. Ну. Значит, дело не в сознании. Нет, ты неправильно говоришь. Это интеллектуал – это мышление, а не сознание. Почему только сознание? Не, ну, я имею в виду, что есть тут акцентирование. Когда мы говорим про интеллектуал, слово «интеллект», это относится к мышлению. А сознание – это нечто другое в сознании. Сознание – это связано с самосознанием. Ты как бы осознаешь свое положение в мире и положение среди других людей, свое положение в обществе и так далее. То есть сознание всегда связано с осознаванием всего вот этого – взаимоотношения людей и прочего. Я-то как думал, что если человек вложить все вот эти вещи, которые наработала культура мировая, то его сознание через мышление, через интеллект, через сознание все вместе в совокупности поднимется до понимания того, что надо любить друг друга. Сознание ничего не дает, оно ничего не прибавляет. С другой стороны, извини. Вот тоже непонятно. Вот понимаешь, в моем конкретно случае, это же все очень индивидуально еще оказывается, в моем конкретно случае все идет через сознание. Именно в моем случае. Но я вижу людей, у которых не идет через сознание, что-то там какая-то перегородка стоит, зазор какой-то есть. Вот смотри, у них жизнь отдельно, мысли отдельно. Я очень хотел это сказать, что когда ты говоришь о сознании, на самом деле, есть два вида сознания. Сознание абстрактное, которое, на самом деле, люди даже от смышления не отличают. Для них сознание и мышление одно и то же. Это и говорит о том, что у них сознание, оно абстрактное. Потому что мышление всегда абстрактное, мышление всегда абстрактное. И сознание, когда отождествляется с мышлением, оно точно так и уже абстрактное. Они не соизмеряют настоящую реальную жизнь, и вот жизнь, условно говоря, в мысли, вот эту книжную жизнь. Для них это разные вещи. Они говорят, это дружба-дружба, а табачок в розе, и прочие другие какие-то пословицы. То есть, на самом деле реальная жизнь, и то как бы должно было и должное, для них это просто разные вещи. Философ в отчетах мечтает, этику какую-то придумывает. Это все ерунда. Потому что реальная жизнь – это другое. Понимаешь? А настоящее сознание – это то, которое сознание в реальной жизни. Для того, чтобы у них было то сознание, о котором я говорю, они должны в жизни поступать правильно. В жизни. Неважно, какие они там умудренные, глубокомысленные, всякого рода умные. Это вообще никакого значения не имеет. Они в жизни должны поступать согласно тем мудрости, той, о которой говорят. И только тогда можно говорить об их сознании. И это сознание конкретное, оно отделено от того абстрактного сознания. И потому оно противопоставлено мышлению. Есть мышление, и мышление – это частность. Это некоторого рода способность человека. А сознание – это не способность человека. Сознание – это и есть сам человек. Но я на самом деле тебе что хочу сказать. Я на самом деле считаю, что люди, у которых мысли не двоятся, то есть нет этого зазора между жизнью, тоже какие-то очень слабые люди на протяжении истории человечества. Потому что образцов, на мой взгляд, нужны именно примеры, нужны образцы. Нужно, чтобы люди с недвоящимися мыслями именно эти образцы созданы. Я думаю, что как раз в будущее, десятилетия или столетия, это время вот этих экспериментов, этих поисков, экспериментальных будет. Вот надо, у нас есть примеры личной святости отдельной, у нас практически нет примеров коллективной святости. Да. В этом проблема, согласен. Потому что фактически ведь личная святость – это просто отдельное безумное жертвование, это расточение самого себя отдельных людей, отдельных индивидов, выдающихся, конечно. И путь этот, конечно, понятен. Тот уже должен был, не видя возможности объединиться, хотя бы на своей личной жизни и осуществить. А там процесс шел, формирование личности, там они не могли объединиться. А сейчас личности полностью разошлись, атомизировались. И сейчас наступает время, когда эти атомы должны начать склеиваться. И вот если и создастся такая община, которая сможет устоять, которая скажется успешной, и в реальном мире… Извините, что перебиваю. Грубо говоря, у нас сейчас есть атомы. Да, вот люди-атомы. Но среди этих людей-атомов много атомов негодных и много атомов годных. Вот как раз годные атомы и должны показать всему человечеству, что это правильный путь, что это возможный путь, что этим путем можно жить. И все преимущества этого пути. Смотри, а нам ведь проповедуют на самом деле богатети, нам проповедуют наживайте, нам проповедуют личные эгоисты, я понимаю. Так везде она проповедуется, в школе она проповедуется, она проповедуется во всех этих средствах массовой информации. Человек впитывает, что самое главное в жизни – это справедливость и наживание богатства. Он считает, что это вершина нравственности. Он ведь не понимает, что может дальше двигаться. В этом-то вся проблема. Ведь эта же проблема и в христианстве есть. Они думают, что самое главное – исполнять заповеди. И двигаться дальше не надо. Они остановились на ветхозаветной праведности и не понимают, что есть еще новозаветная праведность, другая, а именно праведность в совершенствовании, в сыновстве божьем. Действовать как бог, нести в себе достоинство бога и через себя показывать, насколько бог велик. Вы – соль земли, свет миру. Мораль современного общества – чисто законническая, иудейская. Соблюдая законы и делая, что хочешь. Не только мораль, даже общество. Мораль и даже в отдельных институтах религиозных, общин и прочее. Почему? И государственных образований. И государственных образований. Всего. Государство у тебя больше не потребуется. Да. Проблема эта состоит в том, чтобы двинуться дальше. Но люди увидели… Дело в том, что ведь справедливость и законническая мораль – она естественна. Мы же постоянно об этом говорим. Это некого рода энергетическая ниша. Естественно туда упасть. Естественно достигнуть этого уровня и измереть. Это, на самом деле, не что иное, как некого рода естественное положение вещей в мире. А потому что двигаться дальше к добру – это, на самом деле, показать свою человечность. И это уже неестественно. Потому что это как бы взять из двух… выйти из равновесия в добро, встать на неравновесную позицию – это требует некоторого подвига, некоторого сознания, некоторого усилия требует. Понимаешь? Только… Как мы говорим, что в Царстве Божие только усилия берутся, да? И применяющие усилия восхищают его. Так… Здесь речь именно идет о том, что требуется… Как это усилие может быть достигнут? Это может быть усилие достигнут тем, что человек действительно сознательно пойдет на это действие. А люди не хотят идти на это действие. Они вот остаются вот в этой естественности. Мы постоянно видим только одно и то же, да? Как восстанавливается каждый раз уровень справедливости, этика справедливости, да? И все, что ей соответствует. А именно как бы «ты мне, я тебе» – это даешь равное воздаяние и прочее. Не надо же людям отдать должное. Мы не имеем пока что широкого такого круга образцов вот этого коллективной святости. Если бы у нас были… Мы даже вообще ее не имеем. Не просто широкого круга. Мы ее вообще не имеем. Потому что легендарная эта община Христа, она на самом таки остается легендарной. Понимаешь? Она только при христианах была. Не, но если мы посмотрим… Как Христос умирает, так там все пошло в кривые козы. Да. Вот если мы посмотрим, действительно, я же хотел сказать, если мы посмотрим Евангелие, то и даже община самого Христа не явилась такой общиной, не являлась она. Ну да. Они его не понимали, там непонятно, что от него хотели. Да, и когда он даже ноги им омывал, да, вот мы сейчас вспоминаем Пасху, да? И даже в этот момент они его не понимали. Ну да. И когда он нам говорил, что если хотите быть первыми, будьте для всех слугой, они это не понимают. Понимаешь? Это вот и есть жертва. Что значит быть для всех слугой? Ведь дело же не в том, что состоит, чтобы унизиться. А дело состоит в том, что действовать в добре. Это означает, как бы поставить себе целью, прежде всего, добро для других, а не для себя. И каждый должен в коллективе действовать, прежде всего, стремиться другому пользу принести. И тогда этот коллектив будет сплощённым, если каждый в коллективе поставит себе такую цель. Ну, теперь дело за малым. Теперь дело за малым. Я думаю, что вот нашлись такие люди, которые бы попробовали экспериментально. Просто мы вернулись опять же к понятию того, что такое община, только на новом уровне осознания. Невозможно вообще объединиться, если каждый будет сам за себя. Почему вообще невозможно объединиться, если каждый будет иметь своё отдельное богатство, иметь свою отдельную собственность, будет всё иметь своё отдельное. Потому что он так и останется атомизированным индивидом. Всё. Понимаешь? Опять же этот эгоизм, ведь эгоизм этот будет поощряться богатством, знатностью, его собственностью и прочее. Ну, ты знаешь, мечтали об этом. Вот Августин, блажен. Он мечтал ещё с друзьями. Многие другие святые отцы. Мы же не придумываем здесь ничего особенного. Будучи в нашем с тобой возрасте, или даже чуть моложе, мечтали об этом. У них были вот такие же вот кружки, как бы, да, или как назвать, группы людей, в которых они вот так же семинарили. И они думали, вот мы-то попробуем, мы-то смотрим. Но в результате… Ну, им сложнее было, потому что у них действительно, ты прав, у них проблема нужды, она не была решена. Потому что много очень было нуждающихся, и общество в целом было бедное. Сейчас в наше время, на самом деле, проблема нужды более-менее не решена. Да, действительно, мы уже можем задумываться о том, чтобы организовать… Да, сейчас достаточно минимальных усилий для выживания. Минимальных просто. Потому что общество достаточно технологически продвинутое, оно при минимальных усилиях даёт возможность каждому человеку отдельному, да, легко заработать себе на жизнь. Но мы, как бы, не говорим об отдельности. Если даже… Если будет коллектив работать, он многократно усилит, как бы, вот это вот усилие, да, и возможность выжить. Какая-то отдельная община какая-то, да, там, производственная, скажем там, или какая-нибудь, которая в силу вот того, что в неё входят разные люди, как бы, она может… В этой вообще не компенсируются недостатки одних, там, достоинств или других, да и она, может, будет более универсальным таким, производителем, как более универсальным субъектом, который может выжить. Ну, я просто… Если мы говорим только об уровне выживания. Ну, мы же ведь… Сейчас уже можем претендовать на то, что выжить более-менее легко удастся. Главное, теперь уже не выжить. Главное, вот, попытаться, вот, сплотиться, да, вот, в этом понимании того, что такое общество людей. Вот такая, в этике добра. То, что мы называем сейчас этики добра. Более-менее какие-то очертания этой этики нам уже, как бы, ясны. Хотя, как бы, это требует ещё дальнейшей проработки, естественно. Да? Это не такой вопрос, который легко решаем. Но, тем не менее, вот, какие-то ходы мы уже сделали, какие-то проблемы мы уже, вроде бы, решили. И мы уже многие вещи, как бы, вот, чётко определили. Да? Различие справедливости и добра, и прочего. Важные вещи, да, там. Фактически мы претендуем на то, что можно двинуться дальше той морали, которая проповедуется вот в этом золотом правиле, там, в категорическом императиве Канта, там, или там, в этом, в индийском, как бы, понимании того, что такое карма, да, и как надо действовать, чтобы, как бы, эта карма, там, была правильной и прочее. То есть, вот, до сих пор, кроме христианства, нет просто ни одного, ни одной формы, в которой эта этика добра могла, может, существовать. Только христианское понимание даёт возможность нам, вот, увидеть эту этику добра. Потому что все остальные, как бы, и религии, как бы, и учения, они на это не выходят. Они просто не дотягивают и остаются в этике справедливости. То есть, вот, то и этике равновесия, то и этике, как бы, золотого правила, там, как бы там оно не звучало, да? И выше они подняться не могут, потому что они не видят этого горизонта. Да потому что они, как бы, не видят и не понимают, на самом деле, как бы, ну, не знаю, там… Они считают, во многом, что, вот, христианское, как бы, требование, да, христианское, христианское воззрение, они рассматривают, как, вроде как, какие-то заповеди, которые, с их точки зрения, как заповеди, являются безумными. Ну, действительно, безумно же требовать любви, да? Заповедь любви – это же безумие. Как это может… закон такой, да? Какое тут может быть равновесие? Я тебя люблю, ты теперь воздай меня любовь. Ты обязан меня любить, раз я тебя люблю, да? То есть, как бы, Богу тоже интересно, возлюби Бога. Это как интересно? То есть, если… Не, ну, понимаешь, тут, как бы, любовь, все-таки, понимается, не как вот чувство между, там, эротическое чувство, да, какое-то, а любовь, как вот, как осознание… на всех уровнях сознания, скажем так, осознание того, что мы являемся единым организмом. Я… И что только вот в этой вот совокупности мы можем получить максимальную реализацию, в том числе… какое-то продолжение, возможно, как бы, так все зашло в тупик. Нет, ну, вы про этику добра уже говорили. Что такое любовь? Любовь – это, когда ты действуешь в отношении к другому, исходя из его конкретности. То есть, когда мы говорим о добре в этике, то это и есть любовь. Действовать в добре, в этике добра, это и означает другого любить. Ну, почему? Как? Смотри. Допустим, ты действуешь в отношении другого, жертвуешь собой ради него, как бы, стремишься принести ему благо. Что бы это иначе было бы? Это и есть… Фактически, ты ведь служишь ему, этому какому-то конкретному другому. Это и есть любовь. Невозможно так действовать, если ты не любишь человека. Знаешь, вот мысль появилась немножко в сторону. СССР, наверное, знаешь, почему в войне победил? Потому что в нем было больше вот этого организма, чем в германском организме. Да, ну да, это правда, да. Потому что, на самом деле, наш уклад… Надо было так правильно говорить, уклад России или уклад СССР, Советского Союза, да. Он, на самом деле, более правильный уклад с точки зрения возможности, да, решить какую-то задачу, чем уклад не имеет. Ну, конечно, с учетом всех косяков, да? Да. Понятное дело, что это жертвенность, вот это героизм и прочее. Все это необходимые вещи, да, потому что в организме иначе и не бывает. Потому что все проблемы в организме, они ведь решаются жертвенностью. Ну, вот непонятно вообще. Вот получается, вот есть такой путь. Вот есть путь, как бы, вот, как сказать, административно-командной системы, государственного регулирования, да, и при этом, как бы, вот государство начинает, оно вынуждено в этой ситуации начинать декларировать о каких-то вот таких общих интересах, как бы, да, вот, если еще не об организме, а о чем-то общем. Вот, а с другой стороны, вот, ну, это будет принудительно, понимаешь, это опять же, ведь госрегулирование, оно возможно только для того, чтобы организовать выживание, ведь Советский Союз, наверное, половину своей истории решал проблемы выживания. Ты все в политику хочешь? Нет, не в политику, нет. Я просто хочу сейчас показать, что вот, на мой взгляд, вот этот путь, он был пройден, и к нему возвращаться не надо, что вот настоящий альтернативный путь, это путь образцов, как бы, вот, вот эти атомы, которые вот уже есть, я уже это говорил, не должны вот показать на протяжении ближайшего, наверное, вот, суть новейшего времени, который вот будет впереди, будущего, ближайшего, именно в этом и заключается, что вот эти люди, эти отдельные атомы, которые из них пригодны, должны вот показать образцов такую жизнь. Должны, должны, я боюсь, что, как бы, идеология индивидуализма… Ну, не должны, должны – неудачное слово. Черт говорит, идеология индивидуализма, на самом деле, она сейчас, как бы, беспросветно царствует. Идеология коллективизма, ее даже не видно. Ну, атомы-то есть, атомы-то разные, и среди этих атомов есть и пригодные атомы, несмотря… Да это все понятно. То, как эти пригодные атомы, то есть, индивиды, как они найдут друг друга? Как они объединятся? Как-нибудь найдут, не знаю как. Сережа нас нашел уже как. Они, значит, ищут себя подобных. Ну, мы же не видим… Мы сколько раз уже оставим общаемся, никаких образцов не видим. И нам не удалось, и другим не удается. Что-то мешает все равно. Природа еще и человеческая. Потому что говна у нас немерен во всех. Мы же не святые с тобой было. Что сделать? Дело же не в этом, еще раз говорю. Я пока предлагаю не переходить… На личность? Нет, от слов к делу, как ты пытаешься. Не-не-не, я не пытаешься. Сразу. Даже не думай. Какие-то выводы политические сделать там. Нет, я просто хочу, как бы, сначала хотя бы это все теоретически исследовать. Попытаться понять это, пройти весь путь, на самом деле. И увидеть какие-то горизонты. Куда это может двигаться? К чему тут приводит? Какие выводы из этого следуют? Два пути есть. Прежде чем окунаться головой в дела, понимаешь? Нет, никуда окунаться не надо. Я просто показываю тебе, что есть два пути. Первый путь, который был в Советском Союзе пройден. И второй путь, который церковь указывает. То есть, первый путь вот на штыках, вот этот принудительный, как бы, с госрегулированием, со всеми этими эксцессами, значит, с репрессиями. И второй путь вот такой добровольных таких вот образцов, которых очень мало, но все-таки они были. Которые почему-то не поддерживают. Теоретически, как бы, по идее, монастыри могли бы показать примеры такой жизни. Но они так зарегулированы, они так находятся в какой-то такой скованной традиции, да, иногда неправильно понимаемой, что мы не видим этого. Не, монастыри не могут. Они, во-первых, разбиты по половому признаку. Они разбиты по принципу иерархии, там все эти иеродиаконы, иерархи, там вся эта иерархия, это уже ничего не должно быть. Хочешь быть первым, там будь для всех свой. Там же идет страшная борьба за власть. Ведь это же не значит, что если человек ушел в монастырь, то он избавился от страстей. Страсти там разгораются с новой силой. Может быть, если бы человек остался в миру, они бы так не умерли. Ну, наши монастыри, это фактически больницы, да, где лечат вот этих больных. Да я не знаю, что такое наши монастыри. В лучшем случае. В лучшем случае. Больных как бы грехом, да, вот лечат их от греха. Это какое-то извращение наше. А мы же ведь говорим не о лечении от греха, а мы же говорим о совершенствовании. То есть мы говорим о тех людях, которые идут дальше, которые уже преодолели грех. Ведь проблема греха – это проблема Ветхого Завета, а не нового. Проблема Нового Завета другая. Может, людей таких пока нет еще? Я, как ни странно, все-таки считаю, что даже христианство толком еще не проповедано. Еще даже этого нет. То есть на самом деле оно в извращенном виде, в виде какого-то там марксизма, ленинизма присутствует. Но на самом деле это извращение. Потому что там все искривлено. Ну да, церковь, она, вот наша церковь, она, по сути, своя синагога. Это не христианская церковь. Это синагога древняя стоит. Правда? Да, и церковь не на уровне находится. Она, по крайней мере, декларирует христианство. Церковь, на самом деле, очень сильно ритуализирована. Она пытается, я не знаю зачем, оставаться вот этой Ветхозаветной культовой церковью, где прежде всего важен культ. Нет, дело не в том, что церковь там это специальное дело. Дело в том, что иначе не получается просто. Ну, может быть. И, соответственно, как бы всякий раз, когда в церкви что-то начинает произрастать, тут же возникнет какое-то мистическое там… Я же не предъявляю, ты не подумаешь, что я это предъявляю как упрек или укор, или претензий к какой-то церкви, что вот они там вот все извратили. А просто у людей иначе не получается. Зарядки воскресили. Значит, будем ждать, когда возникнут эти вот сознательные… А вот когда появятся эти атомы, которые пригодны, вот они и смогут? Пока таких… Причем действительно должно сначала получиться так, что какие-то атомы соберутся, да, и образуют нечто, какое-то общество вот такого типа, нового, общество-организм, да, в котором каждый будет стремиться, прежде всего, к другому принести пользу. То есть общество не эгоистических атомов, да, то есть это уже будет и не атомы, да, это уже будет организм. То есть тогда они были атомами, они сошлись как бы в организме и стали чем-то как бы единым организмом. Вот такое общество, если оно возможно, да, то оно должно показать пример всему остальному миру. Ну, пока… Ну, понимаешь, все-таки получается, что идеология здесь важнее. Сначала надо все-таки его придумать, чтобы оно было возможно. Знаешь, если посмотреть на Новый Завет, то там пророчество такое, вот я скажу, как я это понимаю, что все-таки вот будет же Антихрист, да, и вот эти атомы, да, там написано, что именно такие атомы и будут, что настанет время, когда здравого учения понимать не будут, люди станут серебролюбивы, непокорны, ну и так далее. Там много чего написано. Какие они будут, как раз описываются наши современные, наши современные люди в большинстве своих. Так вот, чем хорошо и плохо царство Антихриста? Царство Антихриста всем замечательно. Оно одним плохо. Оно начнет отнимать у людей свободу. И, видимо, вот тогда уже не как необходимость выживания, а как борьба за свободу, и появятся такие общины. То есть сначала должно наступить все-таки вот такое вот глобалистское, глобальное общество. Полное как бы упразднение всего человечества в человечестве. Ты опять же в политику все свободе общество. Не, я ни в политику не знаю. Ну, это даже не политика, глобализм опять у тебя. Еще припомни паспорта ОЭК, как бы и иные. Во всем этом видят как бы… Ну, ты же ищешь реальные пути. Намеки глобализма. Я ищу пока реальные пути только в смысле мысли. Сначала для того, чтобы что-то строить, сначала надо план этого, хотя бы приблизительный план видеть. Хотя бы понимать, о чем идет речь. План-то изложен в Новом Завете. Еще раз говорю, не просто… Если исходить из Нового Завета, то… В Новом Завете этот план изложен с позиции Бога. Бог говорит, делайте так, потому что это правильно. И все. И не объясняет, почему это правильно. А мы-то пытаемся понять, почему это правильно, безотносительно того, Бог это сказал или нет. Мы хотим понять эту внутреннюю правильность. Внутреннюю. И мы ее усматриваем как внутреннюю правильность, не как правильность авторитета. Мы еще не были. Поняли, мы поняли. Только мы этот план пока в общих чертах только увидим. Я думал, мы сейчас говорим, почему ничего не получается, вот о чем. Едва понимаем. Может быть, в мире вообще этого никто не понимает. Я, например, никогда не встречал, чтобы кто-то вообще различал этику справедливости и этику добра. И вообще, везде видел только одно. Что везде этика справедливости является… Ну, то, что мы назвали этика справедливости, является вершиной этики вообще. И ничего выше они видеть не могут. И золотое правило, это у них вообще говорят. Для всех временных народов единственный принцип как бы этики, которые являются вершиной понимания. А ведь у нас-то совсем по-другому, у нас не эта вершина. Единственное, в марксизме, в идее коммунизма, есть некоторого рода такое провозвестие, немного другой этики, не этики справедливости. И то там совсем на другом основании, и непонятно, как там все это вырисовывается. Потому что там все экономические какие-то отношения и прочее. Какое-то отношение, опять же, Маркс радует за какую-то высшую справедливость. В марксизме все просто. Все технически, надо все сделать… Как это? Марксизм – это тоже иудейский такой проект. Почему? Потому что в марксизме как бы надо лишь все поровну… Все сделать справедливо, а дальше все само собой пойдет. Да, да. Об этом и идет. А этого не будет. А мы говорим не о справедливости, мы говорим о добре. А добро – оно несправедливо. То есть, это вот как странно звучит для многих, как это добро несправедливо. А это так, потому что добро жертвенно. Потому что один жертвует собой ради другого. Максимально надо все справедливо поделить, а потом жизнь наладится. А потом жизнь наладится. И все вернется обратно. Мы же увидим это что-то. Все вернется обратно на астези свои. Опять одни в силу своих изначального старта, в силу того, что они умнее, спроворнее, смышленнее, они опять окажутся более богатыми. А другие окажутся более бедными в силу того, что они не имеют этих даров, они чего-то не могут, они медлительные, ленивые и прочее. И все опять скатится к тому обществу, которое мы сейчас имеем в современном. Потому что это современное общество, общество справедливости, оно и есть общество правильное. Оно и есть естественное общество. А мир атом не за… и естественное общество. Ведь это общество, в котором мы сейчас живем, оно держится на естественном праве. То есть, на некотором природном законе. В котором тот, кто лучше, получает больше, а тот, кто хуже, получает хуже. Ну, в силу справедливости опять же. Это справедливо же, правильно. Тот, кто больше вкладывает, получает больше. Тот, кто меньше вкладывает, получает меньше. Это не природный закон, но ведь мы говорим об обществе, которое выше природного закона строится. Которое поднимается дальше. Ведь для того общество и нужно, чтобы в этом обществе мог выжить также и тот член, который не может, допустим, себя прокормить. Тот член, который более слабее и прочее. Именно ради таких более слабых, более немощных, и строится общество, в котором дается возможность и им выжить тоже. Так вот, правильное общество, оно как раз не держится на законе справедливости, оно движется дальше, оно держится на этике добра. А это нечто другое. И вот мы пришли к этому, что с этим делать. Ну вот надо пытаться теперь эту этику добра как-то детализировать, пытаться понять подробности. Потому что, например, принцип справедливости, этика справедливости, он разработан очень сильно. Существуют целые системы законов, кодексов разных народов. Есть юридический кодекс, есть кодексы религиозные, разных систем и прочие воззрения. Индийских, буддийских, мусульманских, христианских, неважно. Но все этика справедливости, она завершена, можно сказать, она доведена. Допустим, этика в иудаизме, опять же, законничество доведена, просто до своей уже полной детализированности. А вот этика добра, она даже еще, кроме как некого очерка в Евангелии, она даже не начата. Она как бы право... Она озарила однажды пророка, не знаю, или Бога, Иисуса Христа. А его однажды, получается, что в те времена даже немыслимо было, чтобы ее можно было осуществить. Но, тем не менее, она тогда была провозглашена, и до сих пор она остается просто голым провозглашением. Так а как? Нет реализации, поэтому... И самое интересное, что ее даже... То, что все будет разрабатывать, это будет фантастично. Да это дело даже не в этом. Ее же ее не понимают. Вот что проблема. Ее не понимают. Увидеть, на самом деле, в христианстве этику добра, это же сложно, потому что она обросла вот этой законнической интерпретацией так, что фактически получается, что там христианство, что мусульманство, что иудаизм, все одно и то же. Везде требуется в исполнении каких-то заповедей. Там где-то 10, там где-то 630, что ли, там где-то там... А тут одна заповедь даю вам. Любите друг друга. То есть все равно заповедь. Или две заповеди. Любите Бога, или любите ближнюю, как самого себя. Две заповедей. Но какая разница, если речь идет о заповедях, об абстрактных принципах, фактически. То это, опять же, этика справедливости, ни в коем случае не добра. И слово «любовь» тут... А этика твоя тоже ведь заповедь? Нет. Мы же сколько раз говорили, что этика конкретна. Она ее не взяла, невозможно выразить заповедей. Только состоит суть, что этика добра конкретна. Как и добро конкретно. Добро... А в чем ты тогда выразишь эту этику? В чем? Если ты не выразишь ее в заповедь, в чем ты ее выразишь? Она невыразима. Она невыразима, да. Вот это еще одна проблема, да. Поэтому и трудно ее объяснить людям, в чем она состоит. То есть можно вот так наводить на нее, с различных сторон подходить. Например, различить добро и справедливость, и говорить о том, что надо не держаться добра. Потом пытаться понять, что такое добро, и рассказать, какие бывают виды добра. То есть наводить на нее можно, но сформулировать ее в ясном каком-то правиле невозможно. Если бы это было можно было бы, тогда она бы стала, свелась бы к этике справедливости, и все бы кончилось опять. То есть состоит суть, что вот она такая невыразима этика. В каком-то отношении пример этой такой невыразимой этики является совесть. Действие в соответствии с велением совести. Но эта этика не является вполне этикой, потому что она держится все-таки бессознательно. Что такое совесть? Она как-то коренится все-таки в бессознательном коллективе, в коллективном бессознательном. Поэтому она не вполне приемлема для нас. На самом деле нам бы хотелось бы, конечно, все-таки иметь этику сознательную. А вот сознательную этику, которую мы выстраиваем, это этика... Мы упёрлись в коммунизм, понимаешь? Вот она осознанная. Почему упёрлись в коммунизм? В христианство? Ну, христианский, не знаю, понимаешь, слово коммунизм просто понятно. В христианство она упёрлась. Коммунизм. То есть это уже ведь не совесть. Ведь здесь не идёт о совести. Мы сознательно выбираем некого рода жизнь в обществе, некое правильное устроение общества. Мы выбираем. Вот эта вот сознательная уже этика добра, она всё равно неформулируемая. Она в этом обществе правильном, она точно так же будет растворена, как совесть. Но каждый отдельный человек будет понимать, на самом деле, что он живёт в этом обществе не потому, что он к этому коллективу привязан, а потому что это его сознательный выбор – жить именно так. Вот в чём проблема. Хотя опять же получается, что даже говоря об этом этике, мы её и сформулировать не можем. Мы можем только рассказать, как это правильное общество должно жить. Но в каждом конкретном случае это общество будет действовать конкретно, понимаешь? И мы не можем на все случаи жизни сказать, как оно будет себя вести. Мы только можем предвидеть, на самом деле, как оно примерно устроено, в чём состоит её правильность. А правильность его состоит в том, что все друг другу делают добро. То есть все друг другу, все прежде всего нацелены на другого, а не на себя. То есть не такое, не эгоистическое общество.